Вопрос тоже тут задать по сегодняшней теме, а потом уже предоставлю братьям задавать. Вот Феофилак пишет, толкуя слова, значит, что подобно и первосвященники, и книжники, насмехаясь, говорили друг другу, других спасало себя, не может спасти, Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его. И вот Феофилак говорит, что так, Сатана знал, Сатана говорит, знал, что крестом совершится спасение. А как он это знал? Разве может такое быть, что Сатана знал, что крестом, до того, как Христос воскреснет, знал, что через крест будет спасение всего мира? Вот у меня такой вопрос. Вплотную подошли, он раньше не знал. И поэтому, когда люди крещали, садись с креста, Златоуст прямо объясняет, что глотка человеческая, а руководил дьявол. Он до конца, если ты сын Божий, то есть он все время сомневался. Такого он не слышал нигде. Даже написанный Христос, когда принял плоть, то показал себя ангелом. Ангела его не видели. А сколько это не видели? Миллионы, миллиарды лет, мы не знаем. Мы должны с этим согласиться. И вот об этом, когда говорится, вы начали говорить Голгофов, что там череп был, это все выдумки. Адамов череп. Да, Адам здесь и не был никогда. Зачем выдумывать? Ну и рисует на кресте крест, а так все прилипает. Сама гора, это холм, похоже на человеческий череп. Круглая. И это одно. А второе, трупы-то они дали беспризорные были, там хоронили, что-то раздувало ветром. Видно было, и черепа лежали наружу. Вот когда у нас здесь барнаулеры вывели, расстреляли монахинь-то, маленько присыпали, а потом все открылось. Ну там поставили небольшую памятную доску, а ребятишки прямо с этими черепами свечки зажгут и ночью бегают. То есть ничего тут такого никакого отношения к Адаму не имеет. Это первое. А второе, насколько дьявол было известно, он испытывал. До конца он не был уверен. Возмездие за грех смерть, а во Христе един свят, един Господь Иисус Христос. Раз он единый свят, то ошибиться было очень легко. А почему ему такое исключение дано? А как он не согрешил? Или когда родители там покинул, бросил, они переживали за него, что не согрешил? То есть можно было многое набрать. Но Писание говорит, един свят, един Господь Иисус Христос. А раз он свят, а это-то повторялось неоднократно, дьявол это слышал, он уже далеко не отходил. А дальше начинается такое, смерть вот она рядом, а греха нету. А второзаконие 19.19 об этом говорит так, что если кто кого обвинял и не будет доказано, то эта статья падает на него. Вот штука-то какая. И теперь смертью смерть попрал. Это 2.14 к евреям. Об этом говорит, как дети причастны плоти и крови, то он воспринял он и двусмертью своей лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Сатана это князь смерти. А здесь смерть подошла вплотную, кровь истекает. Он уже понимал, что это смерть, а греха нету. А с греха нету, теперь это смертью смерть накрыла его. Он до конца не знал. И поэтому то, что здесь говорят святые отцы, что это пало на него, то это понятно. Так оно и было. Они, ученики, когда воскрес Христос, Христос явился и упрекал их за неверие. Уже были при кресте, уже он умер. Неоднократно говорил об этом. Вот агнец Божий берет на себя грех мира. Иоанн Креститель, Евангелие Тиана 1.29. И значит за нас умер. Да, за нас, за каждого из нас. Но это никак не вкладывалось в то, что показывало жизни. И поэтому апостол Павел говорит, едва ли кто согласится умреть за другого, разве за благодетеля? А он доказывает любовь свою тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это все потом будет написано. Дьявол ничего этого не знал. Он знал, что смерть оправдывается грехом. Возмездие за грех, смерть. 6.23. Послание к кремлинам. Смерть. Последствия греха. Смерть подошла, греха нет. И вот здесь, конечно, он уметался и кричал. Другого ответа нет. Это один ответ. А как он теперь? Никак. Он теперь смотреть не мог. Вот когда читаем мы про Ио сколько раз? Два раза. Он выпросил дьявол. И отнял у него, что есть хозяйство. Налетели такие, такие. Один прибежал. Зато один это был дьявол. Сатана. Один одинаково. Везде там. На коров напали, на быков, на лошадей, на костов. И все один спасается. Дьявол прибегал. Но это ладно. Дети погибли, ладно. Но его самого коснись. Кожа за кожу. Какие слова-то были? А дело-то и показало. Что отдай мне. Господь говорит, только души его от нее не отнимай. То есть он все время балансировал на том, чтобы не умер он. И Анзатаус говорит так. Когда его вывели за место, где жил, и он там на куче навозной сидел, и у него в руках черепок был, и он сгребал с себя эту проказу-то. Она течет гной. И чем больше он скреб, то получается, тем виднее были стропила здания. Стропила – это ребра. А через стропила кожи-то нету, она у него все сгнила. Засияло солнце любви Божией на его сердце. И сатана закрыл глаза руками своими и больше ни разу не подошел. Вот это мы ценятся проповеди Анна Златоуста. У него такие сравнения. Возьмите вот поэтизм у Давида. Холмы от радости прыгали и скакали. Да ни в один холм не прыгал. Алиордан повернул, взад потек. Ну, не было этого. А как? Ну, вот так. Как Златоуст говорит, ни одного в Аде нету. Грешники в Аду остались. А Осипов за это хватается. Тут надо маленько-то соображать. Слова сказаны в каком месте и как. То есть, считаю, что для всех была возможность выйти из ада. Никого. То есть, он исходит из того, что должно было быть. А на самом деле, дело не так. Ну, когда считаешь слово Златоуста на Пасху. Так, так, приходите, телец упитанный. Кто-то постящийся, не постящийся. Ну, вот я не постящийся, и меня призывают. Ну, то есть, Пасха такое. У меня голубь сильно такой дрочливый был. Я его посадил. Вот, на днях. Тут целая история с ним. Два дня прошло, и третий. Но третий день, я уже утром рано, потому что с воскресенья я пришел и выпустил его. Я не могу тебя держать. Пасха Христова. То есть, воскресный день. Даже голубю тому и то. И поэтому, воскресный день, не надо скотину колоть или что-то. Дай ей жизнь еще на день. Вот, я многое к тому скрываю, что сатана до самого последования знал, до последнего вздоха. И поэтому он метался гримя цепями. И цепи были на нем. А так понимают святые отцы. Вот, когда пришли первые, которые в рай пришли, они смотрят, а там разбойник. И дальше уже развивается спурия, приписываемый Златоусту. Ему говорят, ты что пришел тут? Чего пришел? У тебя что, я даже по-сибирски говорю. Воровать пришел? Ну, был ли разговор-то, кто это знает? Вот в этом заключается в поэзии. Вот у меня стихотворение, я не знал, что в них такая сила заложена, вот, в которой стихи у меня вышли. Когда считает на второй, третий раз. Если какая-то была у него человека неприятность, что-то он зациклился, думает там. А ему считает, второй, третий, и он забывает обо всем. Я это нигде-то узнал, а в кабинете у митрополита. И дома-то стал считать точно так же. Я читаю, это не мои стихотворения, это превышает мой уровень развития, может быть, говорит, во много-во много раз. Какие там аллегории? Что там сказано? Почему сказано? Вот эта интерпретация это дает, а мало того, теперь перенос с одного места другое. Exhibition. Чтобы сказанное тысячи лет назад заговорило со мной, как будто мы там. И второй переход, переход лично ко мне. И поэтому стихи это имеют свою ценность. Любой там поэт, Исаковский, там о чем он пишет, там «Рассветали яблони и груши». Ну да, хорошая вот Анна Герман поет, которая «Подумать страшно мне теперь, когда б не ту открыл ты дверь, не той-то улицей прошел, меня не встретил, не нашел. А я-то отношу ко Христу». Подумать мне страшно теперь. И он не той бы улицей Христос прошел, меня не встретил, не нашел, когда я первый обратился там, в этом доме. Переинащить. Великое несравненное дело, которое нам Господь позволил. Мне сегодня один пишет, что у меня вчера ночью я стал ощущать смерть. Размышлял об этом. Стихи, кажется, нашел какие готовить. И стал входить. «Володя-то нет рядом?» А я один. Лег. Я не раздеваюсь никогда. Когда здесь тепло. Сверху лег. И не одеяло, ничего. Ну, сверху покрывало. И в это время у меня сердце начало останавливаться постепенно. Дыхание замирает. Я ощущаю. А думал только, написать надо Володе. Кое-что наказать. Ну, уже свет выключил. Что я буду-то? И когда ко мне это подошло, а это уже полтора часа я был во сне, я понял. Господь дает мне ощутить, что такое смерть. Руки онемели. Ноги. Я лежу, как будто бы это не я. И как я на себя посмотрю? Теперь. И сегодня мне один человек об этом пишет. Что ваши труды заговорят действительно, как вы говорите, когда вас не будет. Я мешаюсь. Тут, видя меня, они нападают. Ну, я везде лезу. Как-то компьютер сломался, а я вышел, там работает зерно, что-то, ну, что-то сказать. Батюшка говорит, да скорее отремонтируйте им, а то он лезет тут. Ну, что значит лезет? Я вижу, что Игорь очень доверчивый. Ну, у него там целую машину гречки, там несколько тонн. И тот записку написал, отдам. И не отдал. Я говорю, снимать надо было. Он говорит, я просто на бумаге писал, это так. А не отдал, и все. А это же, ну, много. И поэтому всегда надо снимать. И когда он берет и подписывает, все это надо снимать. А нет, до свидания. Ты ко мне приехал, не я к тебе. Вот так. Материал, конечно, готовим мы. Все это я тут не вижу, а наутром бывает только. И Ирина Кондратюк в Белоруссии. Что книги эти настолько далеко идут, а мы сделаем где-то там, ну, не там, дефис, а черточки не отличим. А я их не отличал даже. Это же готовится, говорится, намного-намного дальше нашей жизни. Ну, я называю лебединой песней. Ну, я согласен, но охота мне увидеть эти книги. Сколько раз уже говорю, усилить. Вот здесь Николай. Знаете, Николай сейчас здесь? А где это? Не вижу. Я тут, я есть тут. Слушаю вас. Ну, значит, не показывает система. А тут вот я вижу, Николай Сироткин вижу. Какие он корочки сделал, какой форзац первый лист, с какими красками смятение в душе. Неужели это все на нас? Вот какие Бог дает таланты. Каждая книга своим светом. И у каждой что-то написано. Что такой-то говорил Митар Тарабич. Все говорят, это о вас он говорил. Или слова митрополита Сергия Строгородского. Все люди, которые не имеют никакого звания, они сами своей энергией добиваются этому, чтобы людей вывести к свету. Ну, и тоже мне говорят, что это к вам на то есть. Но я не противоречу. Много похожего. И он все это сумел поместить на корочках. Вообще интересно. Ну, и при том фотографии будет 7 томов. И в каждом 7 вклеек, 7, 6, 40, 20, 112 страниц фотографий о них будет. И каждый том 1320, наверное, страниц. Вещь неслыханная. И все это будет в одной... Ну, это один экземпляр. 7 томов. И по размеру, высоту, ширину они будут больше, чем обычные наши книги. Да, есть на что посмотреть. А вот сегодня, я знаю, хотел благодарность вынести, устную. Тут написано, Игорь Третьяков. Ну, я не знаю, он ли или его жена с их матью, матерью мы... Вот она через стенку здесь живет. И о чем я говорил, что были мы... Я, может, маленько не так сказал. Думал в Красноярске. В Иркутске, Кукушкин, Игорь. У которого мы были дома, и как он относился, и как он... Ну, 5 минут не прошло, он так обернулся, такой вид у него, меня пророком назвал. Первый раз вижу, говорит, живого. И сколько он им дал. И потом прислужил за столом и крестился. А из протестантов. И второе, когда в Англии, мы когда проезжали там где-то, в Англии стоят 18 человек, кажется. И дети, даже малые женщины, и они молятся о нас. И мужчина по предложению говорит, и они хором повторяют. И потом все перекрестились. Баптисты, чтобы рукой крестились. Понимаете, что? И что за нас, за Игнатия, путешествующего. Какое чудо Бог являет. И мы свидетели этому, как Бог благодатью касается людей. Вот. Это нельзя сделать человеческим разумом. Это только Бог делает. И как это нашли? А не слышно? Сделайте, чтобы слышно было. Как Давид говорит, межи мои, прошли по прекрасным местам. Наследие мое приятно для меня. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тринадцать, шесть, 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 шесть. Ну, 17 или 18, там сзади не видно. и он отговорить считает видите и все хором повторяют молитва прямо про нас я не за у меня не слышно может у вас слышно не слышно там очень тихий звук поэтому не слышно ну главное как быстро я только сказал об этом и тут же поставили для меня это так дорого я даже не знал что могут поставить только начнешь что-то и господь сразу вот сегодня ночью я испытал как бы преддверие смерти и что-то болело ничего не болело никакого нигде ничего нету все и тем более я не ужинал у меня желудок все свободное но я много размышлял о смерти что я не успел сделать кому что сказать и как начало в теле все затихать затихать и я понял подошло я говорю но я же не сделала то и тут постепенно начало отходить ну что ясно дело что сразу же за щетки и на 100 поклонную молитву а уже был второй час ночи я всем благодарен у меня есть стихотворение такое я женщину всем благодарен и в досталь вот здесь как раз это я всем благодарен и в досталь сегодня был батюшка я ему давал кое-что прослушать так вопросы если есть давайте вот игноти тихоныч был такой святой симеон новый богослов вот и у него учитель был это по моему симеон студит это его учитель был и вот симеона нового богослова его обвиняли в ересе за то что он на устраивал праздники и молебны в честь своего учителя симеона студита пока тот еще не был канонизирован вот это я к тому говорю что ведь вы это тоже умрете и наверняка будут люди которые будут молиться чтобы как бы помогались небо вот как вы относитесь к этому как вот возьмите сколько можно стихотворение написал про меня меня клещ прицепился и вот тут есть это ну кто-то мог бы найти и клещ клещ до главных пропели как и все о чем говорено и такие картинки всего этого поставленные и отдельно его пропела сестра елена гладычук но она одна без а там записями записи и о ком чего я что я говорил клещ так и называется клещ я бы увидел кто-то может найти и даже по оба если кто не слышал очень интересно вот можно вот я когда стихи начал здесь выставлять а тут стихи писали не не что-то много но были они все перестали писать все кроме можжиной но у ней явный талант а другие думают я три сделаю чтобы складно было нет в просьбе сказать то что я говорю стихотворение сложно а здесь она сама говорится ну может кто-то бы и нашел я его себя держу под одним названием клещ можете там еще что-то поставить братья барнаул можете назвать меня все равно это она выставлена это ролик то как составлено и какую музыку положили и как пели но настолько талантливо братья скиньте если найдете я поставлю на демонстрацию если бы раньше разговор зашел я бы открыл тут какой-то композитор сегодня один вышел я стихи там и что-то на музыку клал я ему сразу скинул сделать вот так вот допустим конкретно мне вот пасхальная день победы то несколько я стихотворение 5 кинула мы святая русь если кто не слышал их выложили выложили поставить какую у пояса по левой стороне да конечно сейчас сделаю но людям дать понять клещ и все правильно написано и она все срифмовала и и екатерина звать вот она выползла пояса по левой стороне уселся клещ малеком пиномне решил светлая птица и беспощадно птица анестезия у него слюне ночь на дворе его я потяну быть может чересчур рукой рвану как уцепилась ловка клещевая головка лишь тело кровососа сковырнул как уцепилась ловка клещевая головка лишь тело кровососа сковырнул но мы пытались братья опытной рукой разделаться с клещевой головой смотрели ковыряли давили размышляли добраться не смогли до таковой теперь к молитве братьев призвал я с детства лишь на бога уповал под вышнего покровом пропитан божьим словом бедняга клещ увы о том не знал под вышнего покровом пропитан божьим словом бедняга клещ увы о том не знал летят рецепты мне со всех сторон Антибиотик, масло и поклон Со мной четыре брата, единодушно всято Езжай, отец, хирургу на прием Подписка на невыезде в руке В больнице Барнауле вдалеке Бывает очень сложно, но по закону можно Не ехать до хирурга налегке Бывает очень сложно, но по закону можно Не ехать до хирурга налегке Сто шестьдесят километров пути Лишь треть успели колесом пройти Тут сообщение братки, не едьте, все в порядке Наш добрый доктор бодрого свистил Отмашка на прием не надо, но Мы голубя доставили зерно Хирургу на замену, не барабашь и лену Направились с лечением все рабом Хирургу на замену, не барабашь и лену Направились с лечением все рабом На обратный путь, а ливень так и бьет Как будто затрукнет обратный холод Шестнадцать лёж до дома Доехать бы без грома Включим, а дождь нацелился Вперед! Вот поворот на нашей стороне Как будто бы следов дождя и небе До дома уж немного Отличная дорога Сопровождение выделено мне Я не живу для поиска святынь Два чуда происходят в день один И выверена Богом Вся жизнь моя с итогом Пою я Аллилуйя и Аминь И выверена Богом Вся жизнь моя с итогом Пою я Аллилуйя и Аминь Во внуках Война Супер Война Продолжение следует Супер Ну, вот, надеюсь, что в интернете чтобы так слаженно было и она и помянула елены с четвером братьев и врача показала это брат наш виктор ну что и никого нет в шестую разошлись братья время вопросов пожалуйста задавайте не стесняйтесь да нету надо думать о молитве и надеюсь миром с миром подскажите вот пока анону в пресс-витера рукополагают после 30 лет священники у нас вот геннадий фас допустим 28 лет рукоположен даниил сисоев по моему если не ошибаюсь 28 и много других как вот нам быть как их принимать и как она у нас у нас были в общине были никак не подходим обыкновенный мирской человек и все и он это знает но уж раз вторая часть даже быть извергнуты извергнуты но раз не извергнуты после 30 лет он продолжает тогда уже служить так принято принято не по канонам вот так у нас был такой здесь на фанаил не никого не благословлял ничего но проповедь иногда говорил все но у нас от веще слаб ему как раз он входит в норму во всем ни одного нарушения нету а дальше господь смотрит игнатик значит еще вопрос священники сейчас вот здесь у нас в москве везде везде они же рукоположены тоже кто до 30 а кто вообще окроплен и как вода них не подходи и никак если в москве живете не сходите на берсеневку это от храма христа спасителя там 250 метров через реку на этой стороне при обидно храма там егумен кирилл сахаров член союза писателей там только так он некрещеный так тогда зачем он некрещеный как лисков пишет некрещеный поп но признали что была пурга падали пушинки снега и он крещен но то чего это даже стекланты крестят они его в атаку на спину опрокидывают это положение в агроб а 4 6 мы считаем криминам он прямо говорит смерть крестились смерть христа крестились смерть как стоя и поэтому нас когда крестящего ноги подгибает он христос чтобы вздохнуть асфиксы он поднимал только тело свое на на прибитое это через гвозе то и все на смерть надо все соблюдать на спину не опрокидывать это сектанты еретики так придумали раз все это положение во гроб что у них все под сомнением а мы православные у нас даже этого нету он крапленый а почему не крещеный вот у нас вышел к истину православия вот от 3 издания там много мы поместили архиепископ лука воина яцинецкий крымске он сразу запрещал их священников этих и все я сколько раз говорю только в полное погружение так а мы его крапили и говорят вот а песком говорили это лук там 156 страница духовный лук дальше то не говорят там запятая стоит и скрип и песка дионисий сказал не выдумывать идите и крестите в иордане даже то не говорят песочники а духа и воды от воды и духа а не от безумия от брюха а мы же можем не знать вот здесь много священников и молодых и возрасте мы же можно не знать как они крещены как они рукоположены к ним же можно ходить надо узнать ходить надо если вы не знаете а вот узнать надо если сомнения есть постарайтесь узнать вот у меня знакомый один тут был батюшка даже с ним вместе учился и у них там общество тоже но нельзя составить нигде миссионерское общество миссионерское общество никогда не составить никому почему потому что они по двое и деньги не получают а как по 2 откуда мы знаем как 12 подправил по 2 избрал 70 и сразу говорится отправил по 2 кирилла мефодий сколько 2 моисея арон сколько 2 чего вы думаете а 30 лет но об этом говорится 6 вселенский собор 14 15 правила правила не объясняется за аборт правило 2 василия великого 10 лет отлучения церкви за аборт за 1 она уже не один сделала больше как в накладку это в америке так а у нас нет если у тебя далее самый большой срок положено 18 лет больше уже никак нельзя хоть 100 человек убьешь меморандум лежит на смертной казни и здесь прибавить нельзя в америке так два пожизненных срока и еще 800 лет если за ним такое числится все в накладку идет в библии написано глаз за глаз все смерть за смерть у безбожников даже еще ветхозаветных требований нет и нету надо это понимать все а как узнать я не знаю как надо на месте и батюшка поговорить как в какое время убедить его сомнения есть сомневающийся подобен морской волне ветром поднимаемый развиваемый а это правило объясняется ибо и христос вышел на проповедь не раньше 30 лет правило поясняет почему а кому эти люди младенцам подражают не христу патриарх кирилл епископом стал 30 лет не было епископом не говоря что там пресвитером торопится скорее власть ощутить надо причина то какая если нельзя ну нельзя и не надо лезть и вот рамзана ахматовича кадырова когда хотели провозгласить и там президент чеченской республики уже все под властью российской федерации он говорит зачем мне 30 лет нету и потом какая глава один а здесь надо так так говорит руководитель там или как-то и вот говорит за это время то пока мне 30 лет я институт кончу и все будет как надо вот и возьми его чеченец лишь как умный рассудил а здесь до меня поставили почему его не поставили но ахмата отец его когда была взорвана на трибуне то но сразу ему власть ничего не надо я нигде не встречал как у них там в чечне это интересно как грозный что улица центральная имени путина нигде не встречал больше такого у меня от него благодарность есть я каждый день за него молилась так еще что и на тихом еще вопрос давайте по поводу католиков вот они ниже сплошное там обливание окропления при крещении а мы признаем их рукоположение это как ну как признавать да и не больше того но никак не говорит что еретики за нами тоже числится будь здоров сколько вот к истинного православия у меня предисловие говорится о том что если человек знает писание и познакомиться с нашей жизнью то никак не может понять а какой вера эти люди это ян затулся об этом говорит мы как-то стали считать деяния апостол 28 глав и по порядку все стихи и почти ничего не нашли что относится к нам все где-то со священным писанием не сверялись но возьмите одну мощи откуда взяли мощи а вот от них хоть что ты говори но то что христос сказал бог сказал то зачем убрали прах ты и прах возвратишься уже в новом завете степана когда убили и погребли его и сделали великий плащ погребли не стали резать а вот такое то такое то надо сделать где-то никто не отменял этого да х по вашему как как все вещи мы все мощи взять из антименцев отовсюду и похоронить самом добром месте присутствие патриарха лучше хоры составить ну и где уже сами решат прах ты в прах возвратишься экклесиаз говорит дух идет богу а прах идет еще и создан ну давайте еще что я подойду католику к сенс но я вас подошел когда мы были в томске я ему книгу подарил он удивился то вы сами написали у там это начал и потом я говорю а благословляет почти так же только голову руками вот так берет мы далеко едем я признаю его их церковь но туда никогда не пойду они крестятся крестное знамение правильно мы неправильно не мы не старообрядцы я это докажу в течение трех минут если кто-то пожелает давайте так что счета виктор непонятно микрофон включился как докажете докажите очень даже просто двоеперстия по старообрядческими что означает пригнутые это небеса склонились и чтобы сей поцарился для крестного знамения два перста господи иисусе христе пуповина сыне божий вас тела десную там у меня обратно будет показа помилуй меня грешного 2 богочеловечество а страдалось только человечество божество не страдала это элемент ереси а тут троица теперь троеперстия тоже господи иисусе христе сыне божий помил мне грешно достают куда-то налево подмышку я уж про то не говорю троица не страдала речь идет о кресте христовом они так с головы на грудь освещение груди но вот это все это закон божий то там который вышел сейчас и там они об этом пишут что нам много лет человек один говорил что неправильно теперь получается крест перевернут и тут то вот только сколько тут вот сколько колдуны только делают так не знаю слободской о ком говорит но я говорил все годы и вдруг перешло теперь где пупа повина среди на лба пуповина право-лево у которых 55 а как 1 христиане 1 христианик крестились одним перстом ну не левой же рукой я уже сам дохожу каким мизинцем не будешь этом неудобно что он господь христиане 1 христиане 1 христиане когда выводили на арену они кричали кристос ригна это в библии написано господь царствует а они говорили христос царствует потому что он господь христос царствует одним перстом но не левой же рукой я уже сам дохожу каким мизинцем не будешь это мне удобно указательный палец лучше всего рассматривается господи вот они одним перстом крестились это правильно только по по человечеству большинство бесстрастно говорит ян златоус он не может страдать ибо возрел господь уйдем узнаем посмотрим это все только для нас говорят когда было что понятно что бог не знал и бог раскаялся что сотворил человека бог не раскаивается раскаялся кто не так получилось я его принял как человека он хуже свиньи поступил обокрал до ушел бог то заранее знает и по католиков пятерня 5 ран 2 на ногах пробитые ноги 2 на руках его ребро 5 опять божество не может принять потому что это по человечеству и они так господь иисус христос ты родился девы марии и нас стоящих на левой погибельной стороне перевел на право или переведи на право все на месте но я не католик но католики правее всех в этих вопросах вот и все доказательства опровергай спасибо ритмозы гнатих нас обнимаю вас да я это нигде не брал я сам доходил это нигде не встретите только в наших трудах все католики правее нас в этом вопросе а далее больше всего что они не приемлют знаете он сказал от духа святого только и духа святого не позади исходящие а у нас и же от отца исходящие а сына не не сказано а почему потому что в библии говорит о том и о другом григорий низкий это родной брат василий велик василий великий от отца исходящего обратно канонизирует отца и сына считает еще перед давай их развести что ли половина почти святых отцов считали и от сына от сына в одном месте говорится я приду там перед бог перед отцом то мы поклонюсь и пошлет духа а дальше я пошлю духа святого я пошлю а как то и другое я и отец одно 10 30 евангелия ты она надо смотреть за этим но если не так не так подправить сказать а вот он говорит тогда надо проверять мощи должны быть захоронены со всякой почестью и попросить прощения у этих хозяев кто мощам хозяин а вы еще не признаете признаю где они есть а подойду приложусь в стеклу нисколько мне не трудно но я знаю что это неправильно неправильно а вот детей крестят как прекратить где нету верующих родителей это обман обман крестный не верующий обман крестные должны быть заменителями родители все родители погибают их влияние на сына может быть больше чем у родителей вот так прекратить крещение детей где родители не верующие это я докажу в течение одной минуты вот такое дело брат благодарю аллилуйя аллилуйя пишется без и краткой пишите правильно иса я тоже без и краткой иса и я вот интересно меня спрашивают я это дело-то дошел наконец до этого что буква йо должна вернуться есть это памятник буквы йо забытое заброшенное мое мое и сколько таких считаешь все или все даже русский человек а вы как считаете для чего чтобы шпионов переломить когда йо нету а она слышится никогда не выучить все слова не выучить я изучал языки разные а как вернуть немедленно и поэтому когда к александру исаевичу солженицыну стали просить чтобы переиздать его все труды и он дал согласие при одном условии одном где слышится йо что везде точки стояли ну видимо приняли это все так что йо должно быть вот здесь у нас было я сколько раз говорил вы не в книгах но может что-то не досмотрели но я везде ставил мед 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 курсы ung что-то бояться говорит не знаю ничего нас не отнимут все отнимут говорит о христа не отнимут Так, слушаю, никого больше, наверное, не будет Игнатий Тихонович, можно еще вопрос? Можно, давай, Игнатий Тихонович А вот, ну, скорее всего, что меня крестили простым обливанием То есть точных сведений как бы нет Мать жива, но она как бы не помнит Нет, то, что крестили, так это точно крестили А вот уже обливанием или полным погружением, это точно неизвестно Ну да, есть такой чин, когда, если не знаешь, крестили или нет Вот, а священник крестит, когда говорит, а еще не крещен Вот у нас тут брат Николай Астахов У меня один раз только было такое, батюшка отказал А почему? А Николай говорит, меня крестили полным погружением А он говорит, я не так говорил Я батюшке говорю, а ты откуда знаешь? И не откуда, я знаю, что он не крещен и все А откуда? Бог сказал мне Я скажу, скажу, вот-вот надмивается И Николай сделал умно, поехал туда, где крестили И оказалось, что купель возникла у них через три года, когда его крестили И он туда приехал, теперь крестили Николай, я правильно говорю? Леонид Леонид, вы говорите, что вас точно крестили Так вас точно не крестили Да Ну, естественно, не крестили Или так, да, можно сказать Потому что крестили означает Вот вы, когда мы говорим слово крестили Прямое значение погрузили То есть вы говорите, меня точно погрузили, когда вы говорите А этого не было, соответственно, и не крестили, ничего и нету Ну, точных сведений нету Ну, вот сейчас, ну, у нас, ну, я из Белоруссии, да Там есть места, где полным погружением крестят Но, ну, я же не знаю, кто-то меня будет крестить Тех священников, я много знаю Но они же тоже, скорее всего, там, процентов 90 Они рукоположены до 30 лет И как их сами крестили, это большой вопрос А где живете, где живете? Ну, рядом с Минском я живу Минск Не знаю, не понял Ну, Минск, Белоруссия А, Минск, Минск, это в Белоруссии? Да, да, да Ну, а что из Белоруссии-то, там, ход не запрещенный сюда У нас приезжали, крестились не от кого-то из Ливана Италии, Германии, Франции Не считая тут киргизов и прочее Нынче 7 июля у нас будет крещение Июля Июля Июля, воскресенье Так что тут еще Через Вячеслава узнавайте, что с собой брать И все бесплатно Священник рукоположен после 30 Весь щин высчитывается Ну, я от кого не посмотрю, все крещеные были Вот тут у нас крестилась одна Вот здесь есть, я вижу, Фошуа То ли фамилия ее, Иоанна Но меня даже спрашивали Говорят, она высокая И волосы-то остались некрещеные Я говорю, посмотри внимательно Они слиплись у ней Ну и все Крещеная Она роста высокая, сестра А батюшка погружает Сантиметров 20 ниже уровня воды Ну, нужно поручителей иметь Чтоб вами кто-то занимался Усиленно заниматься Целый месяц И приехать хотя бы за неделю раньше Ну и дальше будут Занятия идут, а потом экзамен Я помню Ну, надо подумать, как это лучше сделать Думать нужно не больше одного часа Время уходит Спасаться или не спасаться? Спасаться Вот человек там поступает неправильно Там разные причины ищет Причина одна, не рожденная свыше Если он рожден свыше Вадимый Духом Святым У него все будет по-другому Вот я грешный Я самый грешный Яка свинья лежит в колу Так и я служу греху Канун покаянный Это припойдет Но если сказать, что я избранный С ума сходят А Господь говорит Избранные мои, святые мои Много званых, мало избранных И вот когда начинаешь читать первое послание Иоанна И он говорит Рожденный от Бога не грешит Православным скажи это А дальше говорит Рожденный от Бога не может грешить Настолько ему все противно Он не может это делать Ему отвратительно это все Вот это состояние Вот это состояние духовно рожденного Он никого не боится Он все делает для Господа Ожидая благоволения Его Как по-другому-то? Ну на самом деле Я уже подумал По этому вопросу Я сейчас читаю Вашу книгу К истинному православию Половину Когда только прочитал А какое у Вас издание Третье или второе? А то что в интернете Вот я и читаю То что на сайте А вы в электронике считаете? Да, да, да Мы это увеличили почти в два раза Третье издание Столько много Но это все Вячеслав Все везде находил И все вставляли 50 лет Даже больше собирался материал Для этой книги Да, книга очень Надо читать И его Ну оно Медленно, наверное Все такое С рассуждением Ну там все Каноны Все Жития святых Творение святых отцов Но главное Это святая Библия Да, да, да Ну думаю Может быть Купить же можно у Вас Вот с толкованием Святой Евангелия По-моему Можно, можно Вы на меня выйдете Я вам скину Данные Куда вам надо Переправить деньги И надо Узнать И кому еще надо За одной книгу Ходить На почте Терять полдня Никто не пойдет Нам нужны книги Которые вышли Чтобы набрать Сейчас денег На издание Семитомника Проповедь О свете Святой Библии Хоть криком Крещи Но обращаемся Что-то себе Создайте Тут я не знаю Муж с женой Были Стукалов Или как-то Они И они Сразу Столько Закупили Нам Деньги Нужны Срочно И не для чего То Для того Чтобы это Издание Уже к концу Подходит Только За Предоплату Три с половиной Миллиона Уходит Наверное То есть Это Пятьсот Или тысячу Будет Экземпляров Мы Не знаем Хотя Вот Новое издание Это Было Первая Тысяча Вторая Три А вот Эта Третья Пять тысяч К истному Православию Ну Она Большая Получится Книга Там же Если в Электронке Восемьсот С чем-то Страниц Да Девятьсот Большая Там Добавок Много Вот я Говорю Если Несколько Не было Да еще Там Много Такого Я Такие Материалы Находил Редкие Как Исследования Шли На Пяти Тысяча Люди Людей Студентов Ну И оказалось Что Верующие Ноль Целых Три Десятых Процента То есть На Триста Человек Которые Считают Себя Верующими Христианами Только Один Ходит Прещается Вот И Все Вот Амридец Лебенникова Да Из Мрако Изыщество Называется Статья А Я Еще Хотел Узнать Ваше Мнение По Одному Вопросу Хотя Я знаю Ответ На этот Вопрос Вы Давали По По Воду Того Что Почему У Одного Священника Причащаешься Одни Ощущения У Другого Другие Ощущения На Ответ Ясный На Ощущение Никогда Не Смотрят Причащайся И Думай О Голгофе Рассуждай О теле Господнем Человек Спасается Не Прощение Грехов Ему Здесь Дается В чаши Этого Нету А Написано Не будет иметь жизни в себе Вот для чего Чтоб твоя жизнь Полыхала огнем А грехи нам Прощены в прощении И когда мы приходим Исповедуемся То есть Не зацикливаться Вообще Получается Никак А то В оставление грехов Нигде в Библии Не написано Что причащаемся В оставление грехов И не рассуждая О теле Тело Которое На Голгофе Не в чаши Понятно Спасибо Христос Аллилуйя У меня Когда вы зайдете На наш сайт Вы на меня сейчас Звонок дайте Я скину В сайте Там Отвечаю я на Четыре тысячи Сто двадцать четыре Вопроса Пятьдесят пять Папок Я читаю их Я читаю их Одному пришлось Узнавать Самое лучшее Я их все Которые были До революции Абсолютно Непрофессионально А я свел так В один падеж Вот допустим Там Читаем Читаем Такой Овца Нет Овцы Дать Овсе Хвалюсь Овцой И вот так Вот Ищи Искать Какое Не знаешь Овса Все в одно Все падежи Собрал в один Идти Проходить Уходить Все это движение В один Это было Очень трудно Все В один Глагол Но зато Искать Хоть примерно Что-то Ты вспомнил Уже найдешь И Вернигородская Катурная симфония Какой шрифт Я все Оттуда взял И показал По типу Вернигородская Не мое Это изобретение И они Как там Двадцать человек Составляли симфонию Пять лет Если один То сколько лет Получается Ну На двадцать На пять Надо поделить Сто Сто лет А я самостоятельно Один Вручную Пять Неканонических Книг Делал Это вообще Нельзя сказать Что Еду на Электричке А там Вот такая Высота Вот такая Сиденье И у меня Сиденье Напротив Рядом А4 Листы И напротив Через Коридор Еще там лежат Там я придавливаю Чем-то И над ними Работаю По алфавиту Не только Буква О А он А он А потом Только будет Она Когда буква А И вот так Вот все Дальше буквы По алфавиту Должны быть Я все Вручную Это делал А потом Все это В письменном виде А потом Отпечатал Потом я сам Переплетчик Реставратор И все это Переплел Ну и у меня Ушло Я не знаю Месяца два Только Я вижу Что Титанический Тут Никто не делал А тут Цельноэлектронном Уже Электроника Помогла Электроника Чтобы пропуска Никакого не было И главное Здесь не издали Я не знаю Какая причина Пришлось ехать Новосибирск В твердом Переплете И вот Которые Первые книги Изданы 38 томов Вот Их Ну уже К концу Подходит Я один Издавал Тогда не было Сообщества А полный Комплект По сегодняшним Деньгам Мне он Обошелся 55 миллионов Рублей Это огромная сумма Да Это космическая Для меня Когда у меня Пенсия бомжа Мне не давали Работать Я прораб Я работал На море Другое Государство Ничего нету А разрешали Работать Только вне Ведомственная Охрана Того района Милиции Где я живу В охраннику Какая Копейка Все У меня больше Никакого дохода Нету Но Так как я Каждую копейку Дорожу И Господь делает Так что Откуда что идет И ни одной Копейки Ко мне не присохло За всю жизнь Никогда Это Бог делает Так Я хвалюсь Моим Господом Да Я даже Как-то молился Или Господи Вот мне Хотя бы Золотом Было завалено Все Я не понимаю Доллары Лежали бы там Тоннами Я этого Не знаю Господи Ты нисколько Не ошибся Что меня Избрал На это дело Что за молитва Скажет Ну Я восславил Господа Понятно Ну Да Это Большое счастье Наверное Когда человек Вообще К деньгам Относится Вот таким образом Что Может ими Пренебрегать Ну вот сейчас Сколько и мы Издали Сколько Это невероятно Вот мои стихи Издали Четырехтомник Четырехтомник По 820 Кажется Страниц Четыре тома Каждая строка Вверху Входит 36 9 куплетов 9 и 4 36 И первых из Библии Все занято Все 3467 Стихотворений За 9 лет Это больше Чем за всю жизнь Написал Пушкин Лермонтов Некрасов Александр Блок Ну да У них жизнь Короткая Ну короткая Это короткая Так я же не пишу В 9 лет Уже сколько лет Я скажу Последнее стихотворение Написал Когда Я его написал 12 Ноября 2010 Года Считаю Уже 14 лет 13 лет Ни одного стихотворения Не пишу Другой раз Рука прямо Трясется Охота записать Но нет Не буду Надо В чат В чат Сбрасывали Очень хорошее Стихотворение Уже Наверное Недели 3 назад Я читал Это старое Получается А вот Вы слышали Стихотворение Говорят Они писали О женщинах Я говорю Я тоже писал Какое Я женщину Всем благодарен Ивдостоль Кто-то мог бы Поставить Хоть его слушали Человек послушает И мы Послушаем Я женщину Всем благодарен Ивдостоль Которые Мимо меня Не заметив Прошли Взглянули Лишь коса Змеёй Струили Щекосы Занозой В них Не вошёл И нечего Того Рашить Я слышал Я слышал Его от вас Сегодня Раньше Особенно Последний Куплет Там Накормлен На шатком Вокруг Чистые Сёстры Накормлен На шатком Стоем Табурете Как в кресле И умы Блудом Не источен По-прежнему Острый Память Отнимает Больше всего Блудодеяния И компьютерные Игры Это у меня Наработка Такая Да Наверное Так и есть Ну Как Я могу Сказать Потому что Я начальник Детского Лагеря Был 45 лет Директором 45 лет Без помощи Государства Тысячи детей Подняли Отдохнули Как многое Узнали И всё Это бесплатно И обслуга Бесплатная Работает Волонтёры Вот как Тут даже Вижу Некоторые Которые Так и были У нас То есть Они остались У нас Да Вот у нас Здесь Я вижу Игорь Владимирович Третьяков И супруга Его Тут же Вот так Понятно Юлия Викторовна Ну что Вопросов Нету Больше Всё Как-то Один раз У нас Устроили Такое Соревнование У них Симфония Ну и Кто-то Говорит Вот Такое Слово По нему Фраза Где она Есть Я на память Отвечаю Они пока По книге Открывают По симфонии Это Я опоздал Проиграли По всем Пунктам Спрашивает А где Вы берёте Для Стихотворения Вот Такой В пачке Пинками Слово Вталкиваю Какая польза Нам от этих Книг Как-то Вот так Называется Какая польза И вот Он её Положил И играет И Поёт И Мотив Играет И Библиотека Показана Нет Наверное Да Сейчас Игнатикович Поставлю Сейчас Поставлю Минутку Так А погромче Сделайте Чтоб я Подпевать Мог А Он как Что польза нам От этих Книг Поэзии Прозы Когда Читающий Из них Не Извлекает Пользы Не Просто Пользу Но Душе Как Жить С грехом Бороться Для Взрослых Для Малышей Она Сестра Не Гостья Число Бесчётное Томов В Библиотеках Библиотекарша Тот Час Засуетилась Срочно И Для Отвода Наших Глаз Несёт Каталог Тощий Газеты Старые Но В них О Боге Несла Вечка Попался Лермонтова Стив Карандашом Помечен Как будто Кладбище Теней И Запах Тлена Пыльный Но Снова Я Спросил О Ней А Раньше Значит Были И Тихим Шепотом Склонясь Поведала Смущённо Приехал Как-то Местный Гнязь Партсекретарь Горкома Её он Взял Не записал И Не вернул Два Срока Наверно Верующим Стал Признал Христа За Бога И Лично Библию Тогда Открыто Подарил Я Снегуре Вовсе Не Беда Она Подаст Вам Силы Оставил Адрес Телефон Звонить И Рад Услышать Однажды Слышу Как сквозь Сон Меня Девчонка Ищет Теперь Она Давно Сестра Нашедшая Иисуса И И Ты Вот Так Остави Страх Душой Интересуйся От Этой Книги Книг И Мне Простер Спаситель Длани Когда Я Был Глух Нем И На Пути Изранен Но Он Склонился И Поднял Перевязал Подуже И На Осла Осла Меня Собрал С собой На Ужин С Тех Бор Для Всех Библиотек На Всех Столах И Полках Желаю Библию Иметь Любой Овце И Волку Животворящая Струя Напоит Душ Пьяных Чтоб Человека Не Стрелять Свои Узнать Изъяны Понравилось Да Прекрасно Ну все Наверное Насладились Сегодня Радостью Воскресения Христова Спаси Христос Кто поставил И громко Сделал Очень Замечательно Александр Наверное Да Игнать Тихонович Во славу Боже Аллилуйя Ну что Назначайте Тогда Хорошо Слушайте Внимательно Так Сейчас Мы Посмотрим Дмитрий Ширяев Есть Нет Нет Наверное Есть Слышно Меня Дмитрий Ширяев Это Вы Слышно Слышно Да Ну тогда Если Дмитрий Ширяев Слышит Все Сейчас Пропоет Тут Что Пасхальное Помолите Над гроба И Мертвые Воздвигнувые Люди Веселитесь Светися 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 Новый Иерусалим Слава Бога Господня На Тебе Восе Я Ликуй Ныне Веселись Сегодня Ты же Чистая Красусь Богородице О Восстании Рождества Твоего Господь Наш Бог Наш Иисус Христос Благодарим Тебя За Сегодняшний День За Возможность Собранными Быть У ног Твоих Благодарю Тебя Господи За Встречу С этим Интернет Сообществом Благодарю Тебя Владыка За то Что Ты Нашел Меня Из Миллиардов Людей Благодарю Тебя За Братьев Наших Которые Проявляют Ревность В изучении Слова Твоего Господи Даруй Чтобы И через Нас Все Их Плоды Труды Их Были В нас И мы Могли Прославить Имя Твое Святое Не Только Делами Но И словами Благовестий О Вечном Спасении О О Жизни О Жизни Которой Ты Даруешь Нам Господи В Вечности Господь Наш И Бог Наш Благодарю Тебя За Игнать Тихоныча За И Тихо Наш Наш Игнать